В Ужгороде перед началом переговоров глава офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сиярта почтили память погибших защитников Украины, в том числе и этнических венгров. В Украине у нашего соседа почти два года идёт война. Мнение Венгрии в течение этих двух лет было всегда однозначно. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы осуждаем войну и хотим, чтобы у нас по соседству быстрее наступил мир. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров команда будет работать над тем, чтобы наладить отношения, а для этого нужен откровенный и конструктивный диалог. Перед нашими партнёрами мы показываем, что мы готовы сделать шаг вперёд, шаг навстречу, что мы пытаемся договориться, что мы действуем в общепринятом контексте. В ходе переговоров, среди прочего, венгерская сторона просила Украину вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года. В результате было решено, что Венгрия и Украина создадут совместную комиссию по урегулированию этого вопроса. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов относительно защиты прав лиц, принадлежащих ко всем нацменьшинствам. Мы этот список получили и договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел соберём спецкомиссию. Через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня требует решение или уже урегулировано, для того, чтобы мы внесли окончательную ясность. Одной из ключевых тем переговоров было и членство Украины в ЕС. «Здесь заслуживает положительной оценки решение Венгрии пойти на компромисс и на заседании Европейского совета в декабре 2023 года по открытию переговора в очленстве. Впереди другие важные решения, и мы сегодня их проговорили. Исходим из того, что Украина в составе Евросоюза – наиболее стратегически важный партнёр для Венгрии». 29 января Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро. Ранее Венгрия заблокировала пересмотр бюджета ЕС, включавшего помощь Украине, что заставило его лидеров созвать экстренный саммит на 1 февраля. Европейский союз показал, что он может действовать очень решительно, и что вот эта вот медлительная европейская бюрократия, она всё-таки немного разогналась. Европейский союз откровенно говорит, что, смотрите, мы можем забрать право голоса, право вета, мы берём, подаём это на рассмотрение в европейский парламент, резолюция эта была принята, и сейчас, по сути, Совет ЕС может ратифицировать это решение. Ранее сообщалось, что встреча глав МИД Украины и Венгрии призвана подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана. Есть интерес на уровне встречи Зеленского и премьера Венгрии, и мы сегодня сделали шаг к этой встрече. На сегодняшний день мы её готовим и хотим, чтобы эта встреча завершилась конкретными результатами. Даты не обсудили, но хотим, чтобы это было как можно скорее. Зеленский и Орбан коротко встречались в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о двусторонних отношениях.